Приветствую! Как-то так получилось, что я пропустил два очень важных законопроекта и сейчас хочу рассказать вам о них, потому что эти законопроекты могут повлиять на жизнь каждого из вас. Это первое, законопроект 84.31, которым предлагается увеличить минимальную заработную плату и законопроект 84.32, которым предлагают увеличить прожиточный минимум, а увеличение прожиточного минимума, безусловно, повлияет на зарплаты всех людей, которые работают в госсекторе, либо в коммунальном секторе. И вот давайте сейчас посмотрим эти законопроекты, ну и поговорим о том, насколько они вообще реальны. Друзья, сейчас на ваших экранах сравнительная таблица к законопроекту 84.32 о увеличении прожиточного минимума. Это, в принципе, такая базовая категория, которая влияет и на зарплаты, и на пенсии, и поэтому с него мы с вами и начнем. И вот мы смотрим, вот здесь, в левой части, вот это то, что есть на сегодняшний день, ну а справа, соответственно, то, что предлагают. И вот на сегодняшний день прожиточный минимум установлен у нас в сумме 2589 гривен, и он таким останется до конца года. А законопроект предлагает увеличить, поэтапно увеличить прожиточный минимум до 3446 гривен. То есть достаточно серьезное увеличение, да, плюс 1000 гривен почти. А, соответственно, у тех, у кого зарплата рассчитывается, исходя из прожиточного минимума, ну, она увеличится, может, на такую достаточно приятную сумму к концу года. Ну и, естественно, вопрос пенсии, да. Вот посмотрите, пенсия у нас устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность. И он сейчас у нас 2093 гривны. А законопроект 8432 предлагает поэтапное увеличение до 2786 гривен. Ну, тоже неплохо. Конечно, с учетом тех цен, которые сейчас есть, это повышение, оно нивелируется, но тем не менее. Далее, законопроект 8431. Кстати, оба этих законопроекта поданы Юлией Тимошенко, ну, она как основной идейный вдохновитель их выступает. И вот то, что касается минимальной заработной платы. Напомню, сейчас в законе о государственном бюджете Украины установлена минимальная зарплата в сумме 6700 гривен. И она по плану такой останется на весь год. Здесь же, вот этот закон 8431, если будет принят, то предлагается здесь следующее. Поэтапное увеличение заработной платы до 8918 гривен. То есть, более чем на 2000 гривен предлагают увеличить минимальную заработную плату. Безусловно, в первую очередь хочется сказать положительное о этом законопроекте, потому что каждый из нас хочет получать заработную плату больше, чем она у него сейчас есть. При этом, к сожалению, мы понимаем прекрасно, что те 2000, которые добавят сейчас, их уже инфляция давно съела. И на самом деле принципиального улучшения качества жизни люди не получат. При этом, есть люди, чью жизнь такой законопроект, конечно же, ухудшит. В первую очередь, это ФОПы. Потому что ЕСВ рассчитывается у нас от минимальной заработной платы. А, соответственно, 22% от 9000 это явно больше, чем 22% от 6700 гривен. Плюс, в целом, работодатели не порадуются этому закону, потому что для них это дополнительная нагрузка. Нагрузка на фонд заработной платы. Потому что помимо того, что ты должен будешь заплатить больше работнику, ты больше должен будешь заплатить еще и ЕСВ. И, конечно, в тех условиях, в тех дичайше тяжелых экономических условиях, которые находятся сейчас, малый бизнес особенно, ну, вот такое повышение может многих задавить. При этом нужно отметить, что данный законопроект уже, по сути, два месяца лежит на рассмотрении. И он, скажем так, с этой точки не сдвинулся. То есть, вероятность принятия этого законопроекта, ну, пока непонятна. По меньшей мере, пока мы не видим там такого существенного обсуждения в политикуме вопроса повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Друзья, даже не знаю, что сказать в этом плане, потому что понимаю, что для кого-то этот законопроект хорош, кого-то он будет загонять еще в более тяжелые условия. Да, в первую очередь говорим о ФОПах. Что хочется пожелать? Хочется пожелать, чтобы все-таки данный законопроект был, с одной стороны, принят и увеличена ваша заработная плата, да и моя в том числе, естественно. А с другой стороны, чтобы все-таки экономические условия складывались так, чтобы этот законопроект, если будет принят, да, если станет он уже законом 84.31 и законом 84.32, чтобы эти законы все-таки не ухудшили жизнь нашему малому бизнесу в первую очередь, да, потому что для них это вопрос выживания стоит. Друзья, напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Если вы считаете, что данное видео было полезно, поставьте ему лайк и подпишитесь на мой канал. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.